Всем привет! Мы в Охотнику на это очень любим шведов, а именно FX. У нас сегодня пистолет. Пистолеты FX мы еще не снимали. У них, собственно, он один в двух комплектациях. Один R-Edition со стрелами, один вот такой вот. Выпускается он в двух калибрах 4.5 и 5.5. У нас старшая модель 5.5. У нас, соответственно, руководство пользователя с классными картинками. Коллиматор в комплект не входит. Это мы побаловались, поставили. В комплект входит два барабанчика. У FX это редкость. Вот, кстати, второй лежит. Вот такой массивный штуцер. Блин, 9 миллиметров, наверное. Прям как у Хатсана. Спортивный спуск. Регулируется в двух плоскостях. Анатомическая рукоять. Это синтетик, но не совсем пластик. Такой какой-то вспененный материал. Легкий, немножко как будто обрезиненный, но на самом деле просто не скользит. То есть держится намертво. Пистолет весит, если не ошибаюсь, может быть совру в районе 800 грамм, что немного для PSP-пистолетов. Вот. И я не очень сильный, но рукой держу вообще без проблем. Взвод здесь вот таким рычажком. Почти биатлон, но на самом деле для пистолета более удачная концепция. Здесь у нас манометр FX до 250 бар. Рекомендации по максимальному давлению 220 бар. Заправочный порт. Здесь есть заглушечка. Мы ее откручиваем и видим резьбу УНФ 1,2, как и на многих FX. На резьбу УНФ 1,2. У нас идет множество модераторов, потому что пистолет достаточно громкий для PSP. Скорости вы увидите дальше в нашем обзоре, как этот пистолет может запустить пульку. Будем стрелять чешскими GSB-хами 0,87 грамма. Не самые легкие по 5,5, но легкие пульки. И, соответственно, есть, кстати говоря, забыл отметить. У этого пистолета есть три режима мощности. Видите, вот большой прямоугольник, соответственно, это самая высокая мощность, средний прямоугольник, мощность пониже и маленькая мощность. Объясню, для чего это нужно. Вы на большой мощности стреляете там на 25-30 метров, может быть, даже с оптическим прицелом и больше, кто его знает. На средней мощности, соответственно, там от 10 до 15. Если меньше, нужна такая совсем матчевая стрельба, того поставили меньше мощности. У вас скорость маленькая, дуга пули все равно небольшая, так как расстояние тоже маленькое. И расход воздуха получается очень хорошим. И вы можете на маленькой мощности, я думаю, там выстрелов 50-60, вообще свободный сделать. В принципе, готовы стрелять. Пистолет, кстати, удобный для стрельбы с одной руки. Можно установить модератор. Попробуем сейчас выстроить в хронограф. Сначала посмотрим скорость, с которой, соответственно, пуля 0.87 полетит. Предохранитель, пропайр. Пробуем. Это очень мало. Скорее всего, там стоит заглушка. Сейчас мы ее вытащим. И, соответственно, не 7 джоулей будет, а гораздо больше. Сейчас вытащили заглушку, которая блокирует настоящие характеристики их от кранчера 5.5. Поставим барабанчик. Ну, начать с маленькой мощности или с большой? Давайте сразу с большой, так интереснее. Смотрите, в хронограф. Для пистолета PSP это уже достаточно серьезно. 235 метров в секунду, 5.5. Дорога не стоит. И фокс ранчера по охотникам. Дорога не стоит. FX Ranchero Стволы Smooth Twist Калибр 5.5 Швеция